Талантливые школьники Твери получат возможность поступить в губернаторский класс. Решение озвучил лидер региона Игорь Рудени на личном приеме граждан. Кроме того, будут приняты меры для установки системы освещения в Медновском поселении. Открыт офтальмологический кабинет для ребят из Завожского района. Но обо всем по порядку. Наталья Денишкина приехала на встречу с губернатором из села Медное Калининского района. Женщина очень просила помочь ей в решении проблемы. Дети из школы, в которой она работает, ежедневно подвергаются опасности, идя в учебное заведение. Улица, на которой располагается школа и все основные социальные объекты, не освещается. А с наступлением зимнего времени года темнота будет сопровождать детей как на пути в школу, так и оттуда. Освещение у нас перестало функционировать в январе 2018 года. И с того периода, ну уже практически третий сезон зимний, да, у нас люди просто вынуждены ходить в темноте. В прямом смысле этого слова. На дороге отсутствуют тротуары. То есть люди перемещаются по краю проезжей части, что в принципе очень опасно. Игорь Удань ответил, что знает о проблеме и уже занимается ее решением. Проект по ремонту системы освещения у нас практически готов. Сейчас находится в экспертизе. Надеемся, буквально в ближайшее время он выйдет из экспертизы. И до конца года примем решение по финансированию этого проекта, по формированию системы освещения. И скорее всего сейчас мы отправим туда специалистов дорожного фонда, осмотрим. И я думаю, что придется делать ремонт этой дороги, включая обустройство в исходной зоне. Это мы тогда тоже возьмем на контроль. Еще одной проблемой, которую подняли на встрече, стал вопрос об отборе в губернаторский класс школьников из Твери. Сейчас возможность попасть в число лучших из лучших есть лишь у ребят из районов области. Но таким шансом хотят воспользоваться и дети из тверских образовательных учреждений, считает Елена Закорина. С этим предложением она и пришла к губернатору. В нашем городе тоже есть талантливые дети, которые достойны учиться в таком престижном классе. Это очень хороший трамплин для их будущего. Это более сильная, я считаю, что база для поступления в высшее учебное заведение. Губернаторский класс ежегодно формируется с 2017 года из школьников 9, 10 и 11 классов. Все они – одаренные дети из сельской местности, которые прошли отбор. Идея создания такого класса принадлежала Игорю Рудене. Поэтому вопрос о включении туда еще и тверских детей его заинтересовало. Планировали сделать в первой итерации 4 класса по количеству районов города Твери. И хотели это сделать на уровне 10 и 11 классов. Предполагается, что теперь поступить в губернаторский класс смогут одаренные ребята вне зависимости от места их проживания. В их число может попасть и сын Элины Пятенко, которая также пришла с просьбой о помощи. Ее ребенок сильно посадил зрение в ходе учебы, поэтому ему нужна реабилитация в специальном кабинете охраны зрения. В Твери такие кабинеты есть во всех районах города, кроме Заволжского, к которому и прикреплен ребенок Элины. Когда я пыталась направление получить в кабинет охраны зрения, вот здесь в Центральном, мне сказали, что это невозможно, потому что в дети Центрального района не все попадают. Там очередь большая, профессиональная способность кабинета очень маленькая. А Заволжскому району туда попасть вообще в принципе невозможно, не дают даже направления. Если Центральный район хотя бы на очередь ставят, то в Заволжске дети вообще шансов не имеют. И получается, им сразу автоматом надевают очки. Игорь Рудене после рассказа женщины принял решение об открытии такого кабинета в Заволжском районе в максимально короткие сроки. Хорошо, тогда будем с вами ориентироваться до 1 февраля, тогда мы с вами свяжемся и пригласим на открытие. Будем вас ждать и я думаю, что сами еще подойдем, посмотрим. Также в рамках регионального проекта программы развития детского взрывоохранения Тверской области в 2020 году в Тверские поликлиники Верхневолжья планируют провести закупку офтальмологического оборудования, что позволит организовать кабинеты охраны зрения детей в районах области. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...